Акция «Выпусти рыбку» стартовала в Сочи, продолжилась в Геленджике и завершилась в Анапе. Юные экологи после обучения закрепляли полученные знания на практике. В завершении каждой прошедшей эти курсы получил диплом «Хранитель моря». День для участников акции начинался с интерактивного эко-урока «Помоги Черному морю». Автор образовательной программы рассказывала об образе жизни морских обитателей и секретах Черного моря. Несколько интересных фактов. Оно по форме напоминает ведро, а его глубины изучены намного меньше, чем поверхность Луны. Все, что на поверхности, это всего лишь 100 метров, где живут живые организмы. Все абсолютно живые организмы, они живут вот здесь, на самом-самом верху, всего 100 метров. Юные экологи своими руками сделали эко-сумки, которые помогут заменить сотни пластиковых пакетов. Еще больше полезных знаний участники акции «Выпусти рыбку» узнали в ходе познавательного квеста. На время его проведения территория пансионата превратилась в акваторию Черного моря. Ребятам нужно было ответить на вопросы об истории и экологии, найти города, расположенные на берегах Черного моря, и рассказать, какие реки в него впадают. А затем участники отправились в увлекательное путешествие, чтобы своими руками выпустить в реку маленькую рыбку и загадать заветное желание. В акции приняли участие более 300 мальчишек и девчонок. Всего в реки, впадающие в Черное море Мзымту, Мезыпь и Кубань, за три дня было выпущено более 1700 подрощенных мальков черноморского лосося и стерляди, а также более 300 русского осетра. Молодь была выращена на специализированных рыбоводных заводах, расположенных на территориях Краснодарского края. Эти породы рыб занесены в Красную книгу, и таким образом дети внесли свой вклад в сохранение популяции. Итоги эколого-просветительской акции «Выпусти рыбку» подвели в ходе пресс-конференции. Правильно было сказано о том, что наше Министерство породов и туризма развивается таким и туризмом любого вида, любого качества. Мы рады оказывать содействие, помощь и поддержать в любой инициативе, потому что это все, соответственно, наши отдыхающие, наши гости, которых мы готовы привезти. На нашей земле. Огромное вам спасибо. Тот эффект, который получают сами гости, да, и мы сами, как жители Краснодарского края, мы понимаем, что 2,5 малька тысяч выпустили. Представляете, какое количество рыб, которые потом же также даст икру, и это будет огромное количество. То есть я заинтересован, чтобы мои дети и дети моих детей увидели все, что мы видим, мы застали. Поэтому это хорошее мероприятие, и мы его будем продолжать. Акция проходит второй год подряд. Международный экологический фонд «Чистые моря» рассчитывает на то, что инициативу подхватят и другие представители курортной отрасли. Руслан Душевский, Анапа, регион.